ПЕСНЯ От ЮНОСКО За помощь в деле Социальной адаптации инвалидов Ты меня чуть не сбила Смотри, как испугалась Это твой? Да, Николаша подарил, когда я без ножа По нему не скажешь, что он для инвалидов А хочешь, забирай Не, спасибо, Инга Но это уже слишком Я не дарю, я продаю Тебе со скидкой Сто долларов устроит? Это скидка такая? Нет, специальная цена Стольник найдется у тебя или одолжить? Знаешь, хватит с меня долгов О, давай ее Петровичу отдадим О, отличная идея Я хранила тайну ее голоса Который называли ангельским, божественным, хрустальным Хотя, надо признать, и мне достался кусочек праздничного пирога Наш клип пошел десятку лучших Это приглашение И вторый победен И соперница И соперница Стаси Я помирилась с Германом А Инга устроила очередной скандал Когда ее обняла певица Стаси Она вдруг взвизгнула Она меня куснула В тот вечер Все дружно собирали меня в дальнюю поездку Машина у подъезда ждет Да Конечно, она едет с Ингой Счастливо А, мам, документы, деньги все положили? Положили, положили Конечно Так, опять Слушайте, мне уже нужно деньги брать За всю эту работу Как за пресс-агента С тобой натурой расплачусь А, Сэм, здорово Не, она сейчас не может говорить Дай, пожалуйста, вот Алло, Сэм Привет У меня нормально А у тебя? Сэм, поздравляю Ну что ж ты раньше-то не сказал? Ну да, нет Сегодня я не смогу, конечно Давай, и тебя целую Пока Сэм приглашал на Убилей Но я не смогу Кстати, а сколько? Двадцать Что ты, Малуни, по лицу не скажешь? Не, не Кочегарка Не есть кочегарка Такая студия Очень старая, легендарная Там еще Сам Майд Науменко писался А это кто? Ну, выдаю Вот вам люба, шка, байпа Да-да-да-да-да Я спел Тебячусь Которое я знал И вот пою последнюю Про то, что хочет Была Про то, что там Надо быть плохо И что лучше быть Поют Я разбил Слава Я мечтаю А потом Попробую Да-да-да-да О, дешу Бэлли 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 Париж ждет I love you, Париж! Инга всегда снимала меня на фоне Эйфелевой башни. А я ее фотографировала со знаменитостями. А это я случайно сняла на улице их знаменитую актрису, король Буки. Вернувшись из Парижа, Инга всем растрезвонила, что я сняла там чудный материал. Мне позвонили с телевидения и попросили показать. Потом меня пригласили в детали к Тине Кандулаке. Я так волновалась, что ничего из нашего разговора с ней даже не запомнила. Пришла в себя, когда все кончилось. Я не могла поверить, что это происходит со мной и наяву. Меня все удивляло. Даже голос режиссера, который нашептывал на ухо Тине приятные слова. Красавица, богиня. А она кивала, как бы соглашаясь. Где у вас камера? Вы там одна? Где? Я готова. Сегодня у меня в гостях самая молодая из известных и самая известная из всех молодых клипмейкеров Анна Новобранцева. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Ну а что вам, Медвиж? Ну, я думаю, стремление к счастью. А, знаете, я вот, честно говоря, не видела людей, которые не хотят быть счастливыми. Ну, многие хотят, но не все стремятся. А вы стремитесь? Сейчас, ежесекундно. Потом мы с ней немного поболтали, и Тина, как бы невзначай, спросила, хотела бы я на телевидении поработать. А я растерялась и бряхнула в ответ какую-то глупость. И я еще узнала, что начало передачи у них, оказывается, пишется в конце. Добрый вечер. На телеканале СТС программа «Детали» и я, Тина Канделаки. Сегодня вечером будем говорить о роли личности в истории и о месте случаях... Все, начинается! Скорей! Ух ты! Сегодня у меня в гостях самая молодая из всех известных и самая известная из всех молодых клипмейкеров в России, это Анна Новобранцева. Здравствуйте, Анна. Анна, вы так молодая и прекрасна, что я, наверное, могу задать вам столь бестактный вопрос. Сколько вам лет? Девять-надцать. Слушайте, ну вы так молодая и уже три работы, которые пользовались успехом в Канне. Вы молодая красавица. Вас, наверное, сейчас все банкиры хотят приглашать в рестораны, любить, дарить подарки. Нет, сейчас не будем. Что? Ты мне ничего не говорила! И потом, у меня есть любимый. Но вы уверены, что это любовь на всю жизнь? А, сейчас, сейчас. Такое ощущение было, когда я на вас смотрела? Да, Алёна, да, пап, смотрим, смотрим, идите по нам перезвонить. А сейчас что делаете? А ничего. Ладно, что ваш успех только сейчас вам как-то... Да выключи вообще. Да, мам, смотрим, смотрим. Конечно, посмотрим. Ну, надеюсь, что нет. А чего вы боитесь? Вот сейчас перед вами... Садайте, как смотрите. Ну, я боюсь... Я боюсь потерять себя, наверное. А какая у вас любимая сказка? Про колобка. Ну, это вы, как взрослая девочка, теперь, надеюсь, понимаете, что это сказка про одиночку. Ну, я бы не сказала, что одиночка. Вы не в плохом смысле одиночка. Проживу еще года три. Пойму, что... Что, не так-то спать, не так-то все просто. Да, алло. Что, не так-то все просто. Три, да, подряд хорошее начало дня. А кто такой этот Орловский? Звиститель. С Орловским будут. Перед визитом к этому крутому человеку я влезла в интернет и посмотрела, что там о нем есть. Информации было даже слишком много. Я только и запомнила, что он сменил три телеканала, два из которых, правда, сам же и открыл, и четырех жен. Веригин был, оказывается, его финансовым партнером. Увидев фотографию Орловского в компании Инги, я поняла, кто за меня замолвил доброе словечко. В общем, это совершенно новая программа. По динамике что-то вроде дорожного патруля. То есть быстро, оперативно, мгновенный отклик, репортаж с колес. Только нас не интересует криминальная сторона жизни, а музыкальная? Все это было очень кстати. Я не желала возвращаться в кочегарку. Быть личным клипмейкером Иглы, как теперь называла себя Инга, хотелось еще меньше. Кстати, программа пока безымянная. Объявлен конкурс на лучшее название. Радости жизни. Я с головой нырнула в новую реальность и не заметила, как пронеслось почти полгода. Мне кажется, за это время я повзрослела лет на пять. И потеряла всю свою наивность. Забыл, какая я прикупаю? Эльф. Эльф, расскажите, пожалуйста, о ваших творческих планах. Ну, бой. Отнюдь. Вот сейчас, например, пытается схватить меня за коленку. А ты скажи об этом в комментарии. Забавно будет. Я вообще не знаю, что с этим материалом делать. Ты послушай, что он по пьяни гонит. Эльф, а как вы относитесь к своим поклонницам? Я бы хотел, чтобы у меня было десять тысяч рук. И всеми ими. Я жал бы тоненькие шейки этих дур и сдушил бы их одновременно. Идиот. Какие странные фантазии. Не фантазии. А что? Мечта. Эльф, расскажите, пожалуйста. Это моя песня. Сюжет поставили в программу «Без меня» по просьбе продюсерского центра, который занимался этим элитом. В результате ожидаемый скандал, который объяснили нервным срывом певца, измученного каторжной работой и изменной любимой девушке. Кемал! 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 А там что? Свежий воздух, шашлык-машлык. Павлин пустим, чтоб красивый был. Это фонтан, потом воду нальем. Живая? Вместо павлина. Давай, садись. Чай хочешь или что-нибудь? Мя, спасибо. Ну, а где же посетители? Что не идет бизнес? Я могу тебе чем-нибудь помочь? Аня. Может, рекламу тебе сделаем? Эх, какой реклам? Совсем деньги нет. Едай. Спасибо. На здоровье. Конфетку еще. Я придумала! Мы будем здесь снимать. Что? Передачу. Я же на телевидении работаю. Тебя узнает вся Москва. Лично мне? Когда наш администратор придет к тебе договариваться, ты на халяву не соглашайся. Да, да, я скажу, реклам давай. Нет, это и есть халява. А ты требуй денег. А сколько? Пятьсот. Ну, ты вдоль, Аня. Нет, нет, ты что, не вздумай. Меня сразу уволят. Да, тогда еще снимали на пленочку Супер-8. Помнишь такой формат? Обижаешь? У меня до сих пор есть камера кварц-М. Ой, а кто это? Сашка Баслачев. За год до смерти. Да нет, рядом. Перематывай, перематывай. Вот. Это же Сэм Карнаух. Да, был такой персонаж, широко известный в русских кругах. А, да, жив. Жив. Жив я с ним работала. Слушай, ты мне ничего не говорила. У него же замечательный архив. Из него можно столько полезного надергать. Тебе что-нибудь всю свою жизнь нужно рассказывать? Алло. А тебя? Да. Это Инга. Ой, привет. Слушай, я сейчас смотрю старые архивные материалы. Знаешь, кого я там увидела? Сэма Карнауха. А у меня депрессия. Нужна психологическая помощь. Ну, Гуля, я не психолог. Неважно, спускайся вниз, жду тебя в машине. Я сейчас на работе. Мне сказали, что смена твоя кончилась. Нет, через полчаса. Я подожду. Ну, так что у тебя случилось? А, прогнала молодого человека. Никиту? Санчеса. Никита был в июле. Пляжный вариант. А Санчеса за что? Да не за что. Тупой как валенок. По-русски не бельмеса. Ну, ты же с ним не разговаривать собиралась. Ладно, проехали. Выкинь журнал. Вот этот? Да, с его физиономией. Жалко, симпатичный. Да ладно. Пошел ты! Полегче на поворотах. А то я пересяду в троллейбус. Не бойся. Все под контролем. Давай устроим сеанс шоппинг-терапии. Нет, я пас. Да ладно тебе, за компанию. Пробежимся по самым пошлым бутикам. Лучший жесткий шоппинг, чем мягкий пейтинг. Если я была бы рыбой, я бы плавала в тумане. Если я была бы пушкой, я б стреляла сигареты. Если я была бы птицей, я б жила в подъемном кране. А в оставшееся время я летала бы по свету. Дома мы возвращались поздно вечером. Покупки ей занимали полмашины, а я купила миленькую сумочку. Шоппинг действительно поднял ей настроение. По-моему, это форма истерии. Такого барахла по накупила. Ну что ж, тебе ничего не нравится? Наверное, есть одна стоящая вещь. Какая? Твоя сумочка. Может, уступишь? Кстати, брату Николаша так понравился наш инвалидный клип. Что? Ничего, это был тест. Как только я начинаю говорить о Николаше, ты тут же выходишь из состояния глубокой задумчивости. Да ладно тебе. Я же даже его толком не видела ни разу. Я думаю, оно и к лучшему. Почему? Похоже на человека, которого бы ты хотела иметь своим врагом. Я чуть не брякнула, что и как вдруг она небезопасна. Останови! О, я же говорил, стоящая вещь. Ну ты просто сумасшедшая, кто ж так тормозит? Да орать не надо под руку. Я думала, там бабушка какая-то. Что такое? Это же кочегарка, давай зайдём. Это была знакомая картинка. Сэм Карнаух, выпивающий с друзьями. Я уже хотела выйти из машины, но Инга вдруг сказала. Ну да, конечно. Сейчас впорхнём две такие прекрасные, поболтаем, выпьем бледный чай и унесёмся. А бедный Сэм наш повесится от безысходности. Вот-вот-вот, чтобы не сглазить. По правде говоря, мне и самой не очень-то хотелось спускаться в тот подвал и передаваться ностальгическим воспоминаниям. Тем более, что дома меня ждал сюрприз. Что случилось? Что случилось? Ах! Тебе я прямо в губы поцелую. Может, яд на них ещё остался. Он мне позволит умереть достойно. Здравствуй, дочь. Семьдесят четвёртый год. Сидри. Иду по коридору. Полумрак. Вдалеке знакомый силуэт. Смотрю, Боже, Кеша. А он тогда, ну, в самом расцвете, в самом пике популярности. Ну, думаю, не узнаю. Отец приехал с театром на гастроли. Последний раз он был здесь в 85-м. И вот такое характерное движение рукой. Говорит, Виталик. А мама говорила, что это папа сам напомнил Смактуновскому. Помните, мы с вами встречались? А тот его спросил, а где? В Италии? А вы у нас останетесь? В отель, в отель, в отель. Сердечно рад знакомству. Спасибо. Ну, завтра чуть свет репетиция. Нужно освоить сцену перед спектаклем. Кстати, вы все приглашены. Спасибо. Давайте я вас отвезу. Не надо, мы такси возьмем. Все это время я думала о маме. И все-таки спросила у него. Спасибо. Светет и пахнет. Неверная обманщица! Умри! Дай эту ночь! Прошли! Дай эту ночь! Прошли! Сопротивляться! Да я сду буду брать на общих. Староват. Слушай, что ты все ворчишь, ты ворчишь. Все впечатление испортил. У тебя было впечатление? Прости. А-а-а-а! А-а-а! Это моя мама. Это Герман. Очень приятно. Я думал, старшая сестра. Приятно. Все искусство. Вот так во втором. Всегда прошай на спальню. Ой, как удачи! Ура! Представляете, он играет яга в очках. Рубрики, я как сам придумал. Публика улетает. Начинает протирать очечки. Давайте еще раз. Москву мы взяли. Ура! Включите там кто-нибудь музыку, пожалуйста. Там музыка есть? На небе полная луна, И ясный свет ее мне говорит, Что чаша выпьет от дна, Окончен бал, И сердце не болит. Мы с папой знаем. Наша мама может всплакнуть от радости, А вот улыбки ее бывают и обманчивы. Но наиболее тревожный знак, Это бывает в переломные моменты жизни, Когда она вдруг начинает петь. Мой, милый, не со мною, Не думает обо мне, Другой обнимает И дует ее. А мое сердце плачет, Плачет сердце мое, Как быть, не знаю, Как быть, не знаю, Как быть, не знаю, Как быть, не знаю, Они уехали через два дня. Я знала, что отец оповестит Всех родственников и знакомых О том, что его дочь готовит передачу. Может быть, он даже назовет это Спецвыпуском каким-нибудь. Я честно пыталась склеить Что-нибудь приемлемое, Но у меня не получалось. Ну, Ань, ну сколько можно? Ну, слушай, ну какой-то вообще Заплый театришка Из какого-то там мухосранского, понимаешь? Ну, ну, ну невозможно, ну сколько та? Ну, мы просто не успеем. Это мои родители. А ты Элдис Демона? Слушай, извини, извини, Тебе не знала. Ну, извиняюсь, ты прав. А может быть, под музычку? Легко и живенько. Ну, так, да, прикольно, как-то, знаешь. Вот раз, и задушил. Ань, здесь? Да, да, здесь. Я сдержала обещание, данное Кемалу. Разрекламировала его летний ресторанчик Как одно из самых модных мест Тусовочной Москвы. Итак, мы в одном из модных столичных заведений. Летний ресторан Кемал И его хозяин Привыкли к самым необычным гостям. Я знаю, что я должен был сделать Какое-то дело на земле. Чья была идея провести показ В таком прекрасном месте? Конечно, моя. Я даже, знаете, такой лозунг придумал Накормим манекенщиц. Видели у них всех Он, как обычно, носил колесицу И это было по-своему забавно. Но я не забывала про сверхзадачу. Нужно было, чтобы все узнали о Кемале. И все благодаря Кемалу. Я ведь по сути кто? Я антигламурный экстремист, Стремящийся вернуть природе. Ей первоначальную шуршалость. Я лично ничего не поняла, Но платьицы мне понравились. Как оно на теле? Чурши-то чешется. Так и должно быть. Моя одежда не истерия. Надел и забыл. Ань, это Маркус, продюсер Эльфа. Добрый день. Ну, в таком. Классный вы тогда отсняли сюжет. Спасибо. Но сейчас можно снять еще круче. Вообще-то у нас сегодня другая тема. Ань, ты послушай, это очень интересно. Ну, строго говоря, это розыгрыш. Эльф здесь как бы с девушкой. Вот, и к ней пристает какой-то такой наглый тип. И наш герой его как бы вырубает. У вас что, диски плохо продаются? Ну, при чем здесь это? Мы делаем в веселенький такой перформанс. Вы получаете сюжет. Всем хорошо. Рейтинг будет. Ну, я не знаю, снимите. Но я пока комментировать не буду. Значит, смотри, все будет нормально. Эльф сидит за с нами. Классная шляпка. У тебя тоже. Ну, а чего он тебе сказал? Ой, я сама не поняла. Он же больной, на голову. Это всем известно. Тебе бы проектом нашим заниматься. А ты тут с дураками время тратишь. О, еще один идет. А кто это? А, мой бывший, Санчес. Ола. Ола. Китао? Эстая Санна. Он по-русски не бум-бум. Бум-бум немножко. Вот жлопа. Кто? Да Маркус этот не хочет подставному пары заплатить. Ну, значит, перформансов меняется. А что такое? Задумали тут розыгрыш. Будто эльф подрался с парнем, приставшим к его девушке. А этот Маркус Жагина. Он согласен. Бесплатно? Конечно. Не знаю, как Энга объяснила Санчесу его задачу, но шоу получилось зрелищным и даже экстремальным. Бум-бум-бум-бум. А хитрый эльф смог обернуть себе на пользу даже тот позор. Он подружился с Санчесом и снял его в своем клипе. Говорят, бесплатно. Будь может, я спятил, но разве не странно? Потрогай, ладошкой сама лилипут утратается. В моих карманах совсем озверили чума. Им ложа любви моя табакерка. Плевать, что в кармане дура их бы погнать. Но я не изверг, наверное, и ты так сегодня, брат. Скажи, ты счастлива со мной? Скажи, флага я твой. Да гули вверх. Скажи, надежда не умрёт. Скажи, пока она спрёт. Да гули вверх. Иди сюда. Значит, смотри, вот эту вот. Первую не берёшь, вторую берёшь, вторую, третью и дальше панорама по стене. Этот ужасный день запомнился мне на всю жизнь. Он начался обычно. Мы делали сюжет о фото-выставке, и там я увидела фотографии человека, очень похожего на Сэма. И мне так захотелось его увидеть. Слушай, сними, пожалуйста, его, это мой знакомый. Вот эту тоже. А кто это? И вот эту. Есть один такой, сам Карнаух. Очень похож на него. Привет. Привет. А тынги потянула перегаром, и это мне опять напомнило о Сэме. Пойдём. Что? Ну? Ну что? Иди сюда. Вот скажи мне, где я лучше, там или здесь? Ой. Мань, ты пьяна. Нет, это ваше шампанское пучит. Я не знала, как от неё отделаться, но тут случилось чудо. Она буквально на глазах вдруг начала трезветь. Ты тут постой? А я тебя сейчас со своим братом пойду познакомлю. Дальше я хотела... Подожди секундочку. Давай попозже. Потом. Сколько лет, сколько зим! Ну как вы? Хорошо. Вот мы тут и снимаем. Знаем, знаем. Смотрим, смотрим. Я, между прочим, не пропускаю ни одной вашей передачи. Всё жду, когда же меня пригласите. Так мы же вроде на ты. Хотя на бордершафт ещё не выпили. Так, мы это сейчас исправим. Ой, нет, нет. Я же на работе, мне нельзя. Всё. А вы с Сэмом развелись? Ты представляешь, и не успела. Так что теперь я вдова. Как это? Ну, Сэм же умер. Ой, ты не знала. Недавно было 9 дней, я Кузю спрашивала, где Аня. А вот телефон просил. Сэм умер. Хорошо, хорошо, прости меня, господи. Ужаснула, не просниться. Ну, не просниться. Ну, не просниться. Ну, не просниться. Высоко вдали, лежит белый снег. Высоко вдали, кого-то ждут. Высоко вдали, летают лишь птицы теперь. Высоко вдали, тебе я скажу, тебе я скажу. Высоко вдали, не часто встретишься с песней, тебе я шепчу. Высоко вдали, меня слушают, и шепот становится песней высоко вдали. Это был первый из моих знакомых, который предстал передо мной в виде памятника. Жуткое зрелище, честно говоря. А Инге, кажется, понравилось. У меня точно такие же очки, но я не смог их надеть. Нравится? Не знаю, а почему он в шлеме? Зря вы так говорите. Посмотрите. Просто один к одному. Танкист? Летчик. Ну что, тогда на место будем ставить? Надо подождать немного, полгода. Пусть земля сядет. Нет, это долго. Давайте землю трамбуем. Можно положить плиту, но тогда рядом никого не положишь. Да мы при жизни рядом не лежали. А хотите вечный огонь? Вечный что? Вечный огонь. Газовый баллон спрятали. Рядом вазы цветами. И ночью бомжи здесь будут жарить голубей? Поставьте караул. Почетный? Почетный по нечетным. Каждый день. Аня, где ты там? Инга привезла меня в свой загородный дом, пообещав поднять мне настроение. Привет, ребята! Ну, шашлык готов. Надо Гере позвонить, чтобы он не волновался. Ой, так уж он и будет волноваться. Ты так иронично это сказала. Алло, Гера? Я у Инги. Да. Мы вдвоем. Да. Ой, не знаю. Ну-ка, дай сюда. Сейчас, подожди. С ним надо говорить императивно. Алло. Да, Гера. Аня останется у меня. Ну, кушать, выпивать. Нет, у нас девичник. Все, пока. Не очень-то расстроился. Нет, зая, крепкие не будем. Только вина оставь. А какие, Инга? Ну, какие к мясу обычно. Хорошо. Все так серьезно. Еда и выпивка. Что может быть серьезнее? Я, между прочим, прекрасно готовлю. Мечта мужчины. Ой, не хватает только мужчины мечты. Да ладно, неужто никого? Им мог бы быть Николаша. Но он брат, увы и ах. Хотела бы я иметь такого брата. Не ври. Ты хотела бы иметь такого мужа. Даже не отговаривайся, не думай. Брат хорош лет до тринадцати. Потом с ним даже как-то обниматься неудобно. А потом его захомутает какая-нибудь стройненькая стерва. У меня тост. За Сэма. Не чокаются. А мы как за живого. Ну, ладно. Будем считать, что это он ответил. Она меня по-настоящему растрогала. Мы проболтали допоздна, как две подружки. Мне даже стало стыдно, что когда-то я ненавидела ее. У меня идея. Давай устроим вечер памяти Сэма Карнауха. Только без соплей и слез. И знаешь, как назовем? Как? Сэм-сэйш. Двойно трескнутый голос Я услышал на улицах Праги И случился пожар Как однажды случился в Рейхстаге И я двинулся в стаи прохожих людей Растоптавших твой след Я решил помешать уничтожить Парамель, конов, шиптал в пресс-силуэт Голос Двойно трескнутый голос Голос Двойно трескнутый голос Двойно трескнутый голос Двойно трескнутый голос